Привет, друзья! Рубрика «Вопрос-ответ». Оказывается, рубрика «Вопрос-ответ» вам нравится больше, чем мои мастер-классы. Просмотров в два раза больше на это видео, нежели на другие мои. Я даже не знаю, с каких пор я стала таким экспертом, которого прислушиваются. Для меня это вообще необычно. Многие мне пишут, что под мои видео пишут картины или что-то делают, работают. Возможно, голос мой так как-то настраивает на работу. На самом деле у меня есть музыкальное образование. Я 10 лет пропела в хоре. Я закончила музыкальную школу по специальности по классу баяна. И второй у меня основной предмет – это было русско-народное пение. Может быть, кому-то поэтому мой голос так нравится. В общем, в любом случае, большое спасибо, что вы мне пишете. Это ваша обратная связь. Для меня это очень важно. А вообще, знаете, я сама слушаю и смотрю не только художников и каких-то просто блогеров. Мне интересны разные люди. Я постоянно наблюдаю за какими-то людьми из сферы спорта. Какие-то люди, которые ходят в качалку, как я, то есть близкие мне люди. То есть они далеки вообще от искусства. И картины, может быть, даже не интересны, но они мне интересны. Психологи, я уже говорила, маркетологи, понятно, художники. И вообще, певцы, музыканты тоже я наблюдаю за некоторыми, смотрю их и сторис в Инстаграм и на Ютубе. Обозреватели разные. Поэтому круг вообще людей, которых я смотрю, тоже довольно-таки большой. Ладно, что-то отвлеклась. Давайте буквально 15-20 минут, конец рабочего дня. Сегодня у нас понедельник, день тяжелый. Но я люблю понедельники. После сложных выходных, насыщенных, всегда приятно прийти в мастерскую. И немножко прийти в себя. Так, давайте начнем. Пишет Лариса Поварова. Очень интересно посмотреть ваши копии и мои первые работы. Я вот так вот повспоминала, когда я впервые начала писать маслом. Это был 9 класс. По-моему, да, я в 7-м пошла в художественную школу. И где-то в 9-м я купила краски масляные. В художественной школе масляными красками не пишут. И сама начала дома что-то писать. На то время не было фотоаппаратов таких, телефонов не было. Это был где-то в 99-2000-х годах. И я, конечно, не фотографировала все так, как сейчас я могу взять и сфотографировать. Но вот кое-что осталось. Я прикреплю. Это работы маслом. Работы я писала по фотографиям из книг. Брала их в библиотеках или сама что-то покупала. И просто срисовывала картинки из книг. И прикреплю еще вам свои учебные работы по живописи и по рисунку. По рисунку довольно-таки у меня высокий уровень гипсовой головы. Потому что я поступала в архитектурную академию. И чтобы поступить на бюджет, нужно было на высшие баллы, то есть 10 из 10, все сдать. 6 предметов мы сдавали. И по всем предметам нужно было получить высшую оценку, чтобы поступить на бюджет. Первый год я не поступила именно на художника. А на второй год я поступила на дизайнера. Я об этом уже много где рассказывала. И вот нашла эти картиночки, вам сейчас прикреплю. Давайте дальше. Следующий вопрос. От Сандры Тимофеевой. Валентина, здравствуй. Видела, вы на Эйции поставили предупреждение о долгой доставке. А не могли бы вы рассказать про ваш опыт отправок в США сейчас? Много посылок зависло, а то мои первые продажи выехали из страны и зависли. Уже месяц трек не обновляется. В связи с новостями об отмене авиарейсов начинаю волноваться. Да, действительно, я тоже заметила, это последние 2, наверное, недели, что даже больше, наверное, последние 3 недели, что посылки тормозят где-то на стадии выпущенной таможни или покинула страну. Но я сильно не волнуюсь по этому поводу, потому что ровно год назад была та же самая ситуация. Я через это уже прошла. Это был, конечно, для меня ад. То есть как начинающему продавцу, который только-только вот я начала отправлять в конец февраля первую работу, в марте вторую, в апреле там еще парочку. Вот эти первые все работы я отправила, и они все зависли в России на несколько месяцев. Тогда вот был такой прям коллапс у Почты России. Они принимали посылки, даже подняли тариф, но ничего не отправляли. И посылки пришли только спустя 3, а то и 4 месяцев до всех стран. В то время, год назад, я много вернула, как бы, заработать деньги многим. Многим, конечно, многим я просто писала, подождите, пожалуйста, какие-то все письма им писала. Многие ждали, некоторые вообще не писали и ждали 3-4 месяца без проблем. В общем, ситуации были разные, но я через все это прошла, то есть перешагнула через себя и возвращала деньги. Большую часть мне потом опять же вернули, потому что абсолютно все посылки год назад дошли, спустя, конечно, много месяцев. Но некоторые, конечно, удержали и у себя деньги. Были такие, что ой, да, я верну, верну при следующей покупке. Ну, в итоге так и пропали. Ну, я как бы, ладно. Это был вот такой мой опыт. И сейчас тоже задержки есть, ощущаются. То есть вот февральские посылки, некоторые еще не дошли. Мартовские практически никакие не дошли. Единицы проскакивают. Сократили авиарейсы, но все-таки они есть. Где-то, не знаю, может быть, 30% проскакивают посылок, но это как бы маленький процент. До Америки, до Канады летят посылки через Польшу. А тут вообще у меня прям так интересно. Трекнули то ли в Саудовской Аравии, то ли в Арабских Эмиратах. В общем, такое сообщение очень интересное. Через какие-то страны, через Египет много, ну, вот буквально полгода назад летело посылок. В общем, сообщения есть, посылки доставляются, но с задержками. И у меня уже заготовлены фразы на случай, если люди начнут опять мне писать гневные письма, где посылка, почему ничего не трекается. Я буду, как и год назад, вести с ними переписку. Если уж сильно не втерпешь, то я буду возвращать опять же деньги. Ну, в общем, я через это прошла. Да, а предупреждение на листинге у меня следующего характера. Есть и функция в каждом объявлении в листинге. Персонализация. Она создана для того, чтобы человек оставил строчку, текст, который хочет, чтобы вы написали, нанесли на свой товар. Будь то какое-то украшение, да, там с буковками, или какая-нибудь табличка, где вы тоже пишете имя, там, что он захочет. А я написала следующее. Согласны ли вы ждать свою работу долгое время? Сейчас авиасообщение затруднено, посылки могут идти морем от двух недель до трех месяцев. Я прямо так и написала. И там можно поставить галочку, где человек должен прямо написать, согласен, либо не согласен. Ну, я эту галочку как бы убрала, и просто это сообщение, оно ему выпадает, когда он покупает картину. И то есть он уже в курсе, что посылка будет идти очень долго. И если он вдруг мне спустя два месяца начнет это писать, где моя посылка, что так долго, я ткну пальцем в это сообщение, скажу, ну вы же видели сообщение, когда покупали картину, что доставка очень длительная. Я это делала год назад тоже. И когда я сделала вот такую персонализацию, запросов намного сократилось. Ну, конечно, и доставка уже год назад, там, июль, стала побыстрее. Но тем не менее, я сейчас перестраховалась и сделала такую персонализацию. Как сделать персонализацию? Просто загуглите в интернете, информации очень много. Просто просят снять мастер-класс на это, видеоурок по тому, как сделать. Все это есть в общем доступе в интернете. Если вот именно вас интересуют какие-то вот такие вот моменты, вы это найдете. Так, поехали дальше. Следующий вопрос. От Галии Сабировой. Классное видео, Валентина, вы молодец. Подскажите, как вы делаете текстурную пасту? Действительно, я недавно сделала текстурную пасту по рецепту Дарьи Погодиной из микрокальцита. И по этому поводу у меня будет отдельное видео. Ой, вот так вот. Где я буду признаваться в любви Даши. Даша вообще молодец. Я обожаю ее блог. Я смотрю все ее видео. И вам советую. Интересный очень человек. И благодаря ей я узнала, что такое текстурная паста. Вот эта вот работа выполнена с текстурной пастой. Ну, понятно, с масляными красками. Очень такая объемненькая. Работа получилась очень быстрая. Я сняла на нее мастер-класс. Ну, давно уже сняла. Просто нет времени его смонтировать. И вот как-нибудь потом сниму видео, где я опять скажу Даше большое спасибо, признаюсь ее любви. В общем, я вообще в восторге, конечно. Единственное, сохнет долго. Ну, это тоже решается. Я скажу свои нюансы. А еще я использую текстурную пасту покупную фирмы Санет. Такая вот текстурная паста. Стоит она вот у нас в Екатеринбурге 400 рублей, по-моему, за 500 миллилитров. И меня прямо убедили в магазине, что ее можно смешивать с маслом. С масляными красками. Я им поверила. Я прочитала тут, хоть она на основе акриловых компонентов, но она отлично смешивается с масляными красками, образуя немножко такую густую, немножко какую-то такую с микрочастицами массу, которая очень быстро сохнет. Вот это тоже мне очень понравилось. И я ее добавляю совсем чуть-чуть. Вот особенно вот эту черную краску, чтобы побыстрее краски сохли. Ну и, конечно, и немножко создавали текстуру. Поэтому вот я сейчас использую две текстурные пасты. Это покупную и это по рецепту Даши Погодиной. Вот. Про пасту рассказала, да? Следующий вопрос от Анны Карельной. Очень красивая работа. Глаз ваш похожий. Скажите, есть смысл платить за членство в клубе продающих художников ежемесячно? Ежемесячно, чтобы на Этси продавать. Речь идет о клубе продающих художников Натальи Ширяевой и Руслана. Терентьева. Ну, тут, что я вам могу сказать? Конечно, стоит. То есть, если бы не эти люди, я бы на Этси никогда не вышла. Я уже рассказывала в некоторых видео, ну и повторюсь. Я вообще часто повторяю в своих видео. Ну, я думаю, ничего страшного, да? Вот. В 2012-м, в 2011-м году я зарегистрировалась на этом сайте на Этси и попыталась там что-то потыкаться туда-сюда. Не зная английского языка, я в школе французский изучала. Даже я привлекла молодого человека, который неплохо знал английский, но даже мы с ним вместе толком не смогли разобраться. Ну, видимо, ему было не очень интересно. Естественно, не смогла я завести магазин. Я завела аккаунт, и у меня все еще есть, но магазин у меня так и не получилось. И вот с 2011-го года у меня аккаунт так вот все и висит. То есть, я пыталась, я правда пыталась. Но 2011-й год, конечно, интернет еще не так был развит, и информации было немного. Может быть, поэтому не получилось. Но вот потом, когда я пришла на Этси в 2020-м году, в самом начале года, только благодаря клубу у меня получилось безболезненно, вообще очень быстро, легко завести магазин. Завести счет на PayPal, тоже я бы сама не дошла до этого. Либо мне понадобилось очень много времени, чтобы перешерстить весь интернет. А здесь все в одном месте собрано, все пошагово. У Руслана есть видео первое, второе, третье, чтобы вы нигде там по группе не ползали, не путались, а сразу же по шагам следовали. И я советую, если вы тем более плохо знаете английский или плохо с интернетом у вас, то вступайте хотя бы на первые 2-3 месяца, чтобы все это узнать, зарегистрироваться, выложить объявления, сделать оптимизацию, посмотреть, как делают это другие люди. И я вам хочу сказать, что если вы вступите, то вы, скорее всего, там и останетесь. То есть я все еще в клубе, я не собираюсь его покидать, я не буду делать какие-то свои отдельные курсы, потому что этих курсов пруд-пруди. Помимо клуба Натальи Ширяевой, я покупала курсы у других коучей в Instagram. Если кому интересно, напишите, я сделаю отдельный видеоролик, где я расскажу про людей, у которых я еще покупала курсы поэтии. Я думаю, в этом нет ничего зазорного. Это абсолютно разные вещи, клуб и курсы. То есть в клубе вы учитесь продавать, а там немножко другое. То есть там я нашла то, что я не нашла, например, в клубе. И наоборот. И благодаря такой коллаборации я считаю, что у меня удачный магазин, потому что я не жалею вкладываться в свое развитие. Я вообще не понимаю людей, которые боятся потратить 2, 3, 10, 15 тысяч на свой же бизнес. То есть бизнес с нуля. Он может, имеет место это быть, но развитие будет намного-намного медленнее. А оно вам надо. То есть вам что, 18 лет? Ладно, вот у меня сыну 7 лет, 6 лет. 6 лет, и он свой бизнес начал. И то мы вложились уже, я не знаю, ну, 1004 я, наверное, уже вложила в его бизнес. Я прикреплю ссылку на его магазин и буду очень благодарна, если вы пройдете и полайкаете его товары. Очень интересные он такие вещи делает. Ну, я ему, конечно, помогаю. Он сам проявил инициативу открыть магазин. Сам придумывает вот эти вот орнаменты. Ну, я фотографирую, потом все это выкладываю вместе. И еще в этом магазине товары моего родственника тоже. Я решила сделать один магазин на их двоих, оформив этот магазин на свою маму. Ну, то есть PayPal я на маму сделала. Вот. То есть я сейчас веду два магазина. Свой и магазин сына. Понятно, да? Что не жалеете денег, покупайте курсы. Хотя бы за 2-3 месяца проплатите клуб. И вы убедитесь, что это, ну, я думаю, будут лучше потрачены деньги в вашем бизнесе. Так, следующий вопрос от Аликса. Валентина, сколько у вас посещений в день? Расскажите, пожалуйста, в следующем видео вопрос-ответы. Да, посещение это тоже отдельная тема. До февраля 2021 года, пока я не начала вести YouTube-канал, у меня посещений было в среднем 100-130 человек. Причем эти посещения были в основном все зарубежные. У зарубежных посетителей, покупателей. Такой вот трафик. И процент конверсии у меня был выше, нежели сейчас. У меня был от 0,4 до 0,7. Конверсия. Сейчас у меня посещений 500 минимум человек в день. Ну, понятно, да? С появлением YouTube. И конверсия у меня упала аж до 0,2%. Причем даже порой у меня бывает 0,1%. Я прикреплю вам эти все графики. Но продаж у меня стало больше. Вот так вот странно. Конверсия ниже, а продаж больше. Ну, соответственно, и выручка тоже больше. И вот если смотреть в самом начале 2020 года, когда я открыла магазин, у меня было посещений с каждым месяцем все больше и больше. Но это понятно, что я выкладывала все больше и больше работ. Вот, были продажи. И магазин, он как бы рассчитан на долгоиграющий процесс. То есть, чем дольше ваш магазин и чем больше вы на нем работаете, понятно, что и выручка будет больше, и посещений будет больше. Вот все эти графики я вам прикреплю, вы посмотрите. Так. Ответила, да, я на вопрос, сколько посещений в день? 500 посещений сейчас у меня в день. Следующий вопрос. Так, 17 минут, давайте я по-быстренькому еще. Виктория Марич, Валечка, вы замечательная. Вот, большое спасибо. Вот так вот пишите, мне прям очень приятно. Очень приятно смотреть и слушать вас. Работы легкие, интересные, светлые. А интересно, ваша семья ценит вас как художника? Например, мой муж никогда в жизни не похвалил меня. Ни в творчестве, ни в бизнесе. А достижений было много. Я каждый день создавала что-то новое. Удачи вам, вдохновения, здоровья. Спасибо большое. Вы знаете, муж тоже, я бы не сказала, что прям ценит мое творчество. И оценивает его как-то. Наоборот, он часто очень критикует, что-то ему не нравится. Но я не помню, чтобы за все эти годы он сказал, ну что-то прям, о, круто, круто. Нет, такого нет. И это, мне кажется, нормально. То есть у нас просто с ним что-то общее в другом. Я считаю, что если человек, если вы вместе, то обязательно должно быть что-то общее в чем-то. Иначе почему вы вместе? Вот мы с ним познакомились на концерте группы «Психия» в 2008 году. Это музыка такая, альтернативная рок-музыка. Многие сейчас ругаются на меня за то, что в моих мастер-классах на фоне играет что-то такое странное, тяжелое, непонятное, типа Рамштайна, там Сектора Газа. Но вот именно вот это вот нас тогда и связало вместе. То есть сейчас мы можем с ним ехать в машине на всю катушку, слушать эту нашу музыку. Люди, прохожие просто вот так вот убегают от нас. Но нас это роднит, это наше общее. Ну понятно, еще много чего другого есть, например, сноубординг, путешествия. То есть вот это вот то, что людей объединяет. Но нас совершенно не объединяет творчество. То есть это ему непонятно, вот именно моя мазня, мои картины. Он, конечно, это принимает, так как я зарабатываю сейчас неплохо, но никогда не хвалит. То есть я вам тоже могу это сказать, что он не оценивает мои работы. Ну и ладно. И его советы я как бы тоже не слушаю, раз ты не оцениваешь, я и совет твои слышать не буду. Зато меня оцениваете вы. Большое вам спасибо за это. Очень много хвалебных сообщений, что вам нравятся мои картины. Ну вот как и вы пишите, да, они светлые, легкие. Так что я не считаю, что это что-то плохое, когда вот муж не оценивает ваше творчество. Значит, в чем-то в другом вы вместе и идете по этому дальше. Так, быстренько дальше. Добрый день, пишет Наталья. Как можно оценить картинку? Я рисую самостоятельно и хочу продать, но не знаю, как оценить. Спасибо. Посмотрите мое видео, как заработать на живописи. Есть у меня такое видео на канале. Оно, кстати, очень популярное. Для меня это необычно. И я там рассказываю, как я начала писать картины и как я их начала продавать. То есть первые работы я продавала совсем задешево, буквально, чтобы окупились материалы, либо просто их дарила. То есть продала одну работу и в придачу вторую просто подарила. Это как бы первый мой совет. Не загибать цены, а отдавать просто по себестоимости и набивать тем самым руку, писать картины снова и снова. Второй совет пойти в группы в соцсетях типа ВКонтакте и Фейсбук и найти там группы вроде, я даже там посмотрела, но уже забыла, группы художников, ценители искусства, ценители живописи, современного искусства. И не стесняясь выкладывать свои картины там и спрашивать. Я даже видела группу, где вот именно люди выкладывают и спрашивают, сколько бы вы заплатили. И им там советы какие-то дают. Тем более, если вы ищете таких советов, напишите их художникам напрямую. Возьмите в Инстаграм или ВКонтакте художников, но не таких раскрученных, вот как, например, Мария Павлова, которые, конечно же, скажут, что пойдите, учитесь и научитесь рисунку сначала, а потом продавайте. А художникам попроще, у которых там, ну, две тысячи подписчиков, тысяча подписчиков. И спросите у них, у первого, второго, третьего, там один мне ответит, другой ответит, сколько бы он мог предложить за вашу работу. Спрашивайтесь и не стесняйтесь. Конечно, сидя просто на месте и слушая, ничего не делая, сложно будет чего-то добиться. Так, ладно, давайте, следующий вопрос, уже 22 минуты. Валентина, подскажите, пожалуйста, почему бумага под акриловой краской вспучивается? Бумага плотная и на ней написано под акриломасло. Может, ее подготовить нужно как колст, проклейка, грунтовка? Если да, то какого рода нужна проклейка и грунтовка? Ну, странно, конечно, что специальная бумага под масло ее повело. Обычно такого быть не должно. Я ни разу не покупала бумагу под масло, я ее делаю сама. То есть я беру вот обычный картон для творчества, белый, либо вообще ватман, и грунтую его. С грунтовкой я всегда экспериментирую. Ну, вот, например, вот эта картина, ей полтора года, она идеально ровная, правда, вот тут масло немножко проступило, но можно просто закрасить. Ее можно даже поставить в рамку без стекла и без пластика, ну, понятно, что ДВП сзади, и она будет хорошо смотреться. Это также обычный был вот картон для творчества. Сверху я покрыла своим грунтом. Как приготовить грунт? У меня есть тоже видео, можете посмотреть. И еще в этот грунт я добавила затирки для плитки. Вот так вот я экспериментировала, и вот, может быть, видно вот этот вот шагрень. Немножко вот такая вот спученность, и мне нравилось, как по наждачке вот мастихином краска ложилась. То есть я экспериментирую с грунтовками, с бумагой. Многие это, конечно, не оценивают художники, говорят, ну, зачем так, это непрофессионально, и все дела. Ну, зачем тогда продают бумагу для масла? Вот это мне тогда непонятно. Вот, я делаю бумагу для масла сама. Грунтую в 2-3 слоя, грунтовка своей. Вот такой вот формат, он побольше, тоже идеально ровный. Чуть-чуть вот его повело, но это и то, потому что он у меня лежит с кучей других бумаг. Тоже импаст такая техника, текстурная. Также можно оформить в паспорту, без стекла, в рамку, и будет нормально смотреться. И такие работы я отправляла и в Америку, и в другие страны, и по России. И отзывы только хорошие были. Вот, сказала, да, я про бумагу, что, ну, попробуйте, да, загрунтовать грунтом, либо акриловой краской, ну, хотя если акриловая, ее тоже, да, поведет. Вот, ну, вот, либо я добавила немножко вот такой вот, ну, как бы песочка добавила, да, вот этой затирки. И не знаю, вот идеально ровная картинка, ровная. Экспериментируйте, не бойтесь экспериментов. Так, ну все, друзья, буду заканчивать. Прикреплю вам разные картинки, схемы, треки свои. Жизнь продолжается. Сегодня 12 апреля 2021 год, понедельник, день космонавтики, юбилейная дата. Всем хорошего дня.